Осада Албазина 1685 года, первый этап борьбы между русским царством и цинским Китаем за главный русский опорный пункт на реке Амур. Предыстория, установившаяся в Китае с середины 17 века маньчжурская императорская династия Цин не признавала присоединение к России при Амурских земель, которые считала своими родовыми владениями, но до того фактически не контролировала. В 1682 году отношения между Россией и Китаем обострились. Оба государства принимали меры по усилению своего присутствия на Амуре. Россия учредила отдельное Албазинское воеводство, направив на Амур во его дуа. Талбузина с отрядом служилых людей организовывались новые поселения в бассейне реки Зия. В сентябре 1682 года китайский император дал поручение сановникам Лан Тань и Пэн Чунь не оценить возможности вытеснения русских из Преамурья. Будутун Пэн Чунь занимал должность верховного командующего, но фактически роль организатора и руководителя военной операции играл Лан Тань, которого русские называли «воеводы» и отдавали должное его военным способностям. В ноябре Лан Тань с небольшим конным отрядом побывал вблизи Албазина, где объяснил свое появление охотой на оленей. Русские маньчжуры обменялись подарками. По результатам своей рекогностировки Лан Тань составил доклад об организации военной экспедиции против Албазина, деревянное укрепление которого он оценил как слабые. Император Канси и военный совет в марте 1683 года издали ряд распоряжений по подготовке военных действий на Амуре. Главное внимание уделялось снабжению продовольствием в отдаленной пустынной местности сравнительно небольшого для Китая войска. Для этого надлежало собрать с местного населения в Маньчжурии трехлетний запас продовольствия. Впоследствии войска должны были завести собственные посевы. На Сунгаре строилась речная флотилия, которая должна была перевозить войска и провиант на Амур. В 1683 году Лан Тань, появившийся на Амуре с передовыми силами, окружил близ устья реки Зея своей флотилией и заставил сдаться струге русского отряда Григория Мыльника, следовавшего из Албазина в Зейские остроги и Зимовье. После этого русские оставили без боя Долонские и Селемджинские остроги. В Верхнеизейском остроге 20 русских казаков оборонялись против 400 маньчжур до февраля 1684 года. Лан Тань основал в качестве передовой крепости на правом берегу Амура крепость Айгун с земляными укреплениями. В 1684 году, продолжая подготовку к переброске на Арамура основной армии, маньчжуры беспокоили окрестности Албазина набегами небольших конных отрядов, разорявшими окрестные деревни. Крестьяне оттуда спасались за стенами укрепленного города. В Западной Сибири был набран отряд служилых людей для усиления гарнизона Албазина. Но он двигался по сибирским рекам и волокам к Амуру очень медленно. В начале лета 1685 года значительная цинская армия на кораблях речной флотилии двинулась от Айгуна вверх по Амуру. В Албазин было послано два казака из отряда мыльника с указом Лифаньюания. От русских под угрозой смерти требовали немедленно уйти с Амура. 10 июня цинская флотилия появилась вблизи Албазина. В этот момент к нему подходили плоты со спешившими укрыться за крепостными стенами сорока жителями деревень сверховья Мура. Маньчжурские корабли обстреляли плоты из пушек и захватили их пленив крестьян. Два последующих дня цинские войска строили вокруг Албазина осадные сооружения позиций для артиллерии. Напротив северной крепостной стены были установлены наиболее мощные ломовые пушки. Когда они открыли огонь, оказалось, что бревенчатые укрепления Албазина, предназначенные для защиты от туземных стрел, не выдерживают попадания из тяжелых орудий. По словам очевидцев, бывали случаи, когда китайские ядра пролетали город насквозь, пробивая северную и южную стену. В результате вспыхнувших пожаров в Албазине сгорели хлебные амбары и церковь с колокольней. Была подбита одна из трех русских пушек. Жертвы артиллерийских обстрелов составляли около ста человек. В Нерчинске воевода Иван Власов подготовил отряд для похода на помощь Албазину. На помощь Албазину спешил и отряд из западно-сибирских острогов под командованием Афанасия Беттона. Однако в Забайкалье он оказался связан боями с монголами. Подкрепление опоздало. Ранним утром 16 июня цинские войска начали общий штурм, защищавший Албазин гарнизон и люди всякого звания не давали маньчжурам преодолеть окружавшие крепости ров и валы и забраться на полуразрушенные укрепления. В 10 часов вечера маньчжуры отступили в свой лагерь. Лантань отдал приказ готовить новый штурм. Маньчжуры заваливали крепостной ров хворостом, так что русские решили, что их готовятся сжечь вместе с городом. Отогнать противника от стен албазинцы не могли, так как у них подошли к концу запасы пороха. Сдача и разрушение Албазина воевода Талбузин обратился к Лантаню с предложением вывести гарнизоны жителей из Албазина в Нерчинск. Цинское командование настаивало на уходе русских в Якутск, считая, что Нерчинск также находится на маньчжурских землях. Однако Талбузину удалось настоять на отступлении вверх по Амуру, что было для русских гораздо предпочтительнее, чем переход через горный хребет в Якутию. 26 июня 1685 года русские беспрепятственно покинули город и двинулись на запад. Лантань уничтожил строение Албазины, считая свою миссию выполненной. Отошел к Игуму, там был оставлен гарнизон в 500 человек. Остальные цинские войска ушли по Сунгари на юг в Маньчжурию. Восстановление Албазина В конце июня в Нерчинске собрались и бывшие албазинцы и опоздавшие к ним подкрепления. Не желая себе побежную славу из Албазина учинить, русские решили попытаться вернуть себе город. В середине июля из Нерчинска вниз по Амуру был послан русский разведывательный отряд. Узнав, что цинские войска покинули разрушенный Албазин и даже не сняли посевы в окрестных деревнях, воевода Талбузин при поддержке Нерчинского воевода Власова немедленно организовал поход для восстановления главной русской крепости на Амуре, заранее выслав вперед 200 конных казаков бетона. 27 августа 1685 года на пепелище Албазина прибыл на стругах Сан-Талбузин с войском из 514 служилых людей и 155 промысловиков и крестьян, которые до зимы отстроили заново город и несколько деревень. Таким образом, несмотря на военную победу цинскому Китаю, не удалось вытеснить русских из Преамурья, и в следующем году военные действия были продолжены новой обороной Албазина.